Я был ждать на этот момент долгое время. Крисиен Авасарала – один из самых знаковых и любимых персонажей в сериале, и фаны сериала могут удивиться, что она появляется не в начале книги, а вообще во втором романе «Война Калибана». В сериале ее играет Шохре Агдашлу, что дало зрителям с самого начала полюбить легендарно резкие манеры Авасаралы. Это позволило добавить идеи из «Войны Калибана» в первый сезон, тот же сюжет о политике Земли. В целом, раннее появление Авасаралы – отличное решение. Номер 9. Изменение тона Дерзкие и непринужденные диалоги из романа «В коре» создают ощущение легкости, но сериал значительно мрачнее. Достаточно взглянуть на финал пятого сезона «Игры Немезиды», чтобы прочувствовать все напряжение. Экшен становится мрачным, тяжелым и жутким, чего никогда не было в романах. Но такое решение шоураннера Норена Шанкара делает историю более увесистой. Такая смена тона в сериале может удивить всех читавших книги. Мы аплодируем Шанкару за такое смелое изменение. Номер 8. Элви влюблена в Холдена Доктор Элви Окойе в целом идентична в книгах и сериале, но все-таки есть ключевое различие. В романе «Пожар Сиболы» она влюблена в Джеймса Холдена, капитана Рассинанта, но в сериале это решили опустить. Многие фанаты считают допустимым, что от этой сюжетной линии отказались. В книге отношения не раскрыты, ни к чему не привели и не оказали большого влияния на сюжет. Так что вырезать подобное вполне логично. Номер 7. Нулевая гравитация Романы Кори отличаются большой научной точностью и в них много сцен в невесомости, но в сериале подобное встречается гораздо реже. В конце концов это зависит от бюджета и выполнимости, а делать нулевую гравитацию дело затратное. Снять одну сцену с парящими в воздухе актерами достаточно сложно, а наполнить большинство сериала такими сценами слишком непрактично и дорого. Да и тогда сцена с нулевой гравитацией станет более захватывающей и необычной. Номер 6. Ругань о вассоралы Книжную о вассоралу любит закрепкое словцо, но в первом сезоне было не так много нецензурщины, как ожидали любители романов. Основной причиной сокращения ненормативной лексики стали правила канала Сайфай по ограничению количества мата, так что о вассорала более сдержана в первом сезоне, но ко второму сезону Сайфай смягчил свои правила. И вот о вассорала снова может ругаться столько, сколько захочет. А то фанатам прям обидно, что мадам-секретарь не скверно словит, как сапожник. Номер 5. Вырезали некоторых персонажей Как и в любом многосерийном романе, тут много персонажей, но учитывая бюджет и временные ограничения, места хватает немногим. Нарен Шанкар с командой решили убрать несколько второстепенных персонажей, и некоторые сюжетные линии отдали другим героям. Например, персонажа Мичио Па вырезали из сериала, но ее сюжетные линии все равно прослеживаются в истории Камины Драммер. Жаль терять некоторых персонажей, но лучше уж так, чем беспорядочное нагромождение. Номер 4. Смерть Алекса Иногда шоураннер вынужден принимать определенные творческие решения, поэтому Алекса списали в финале пятого сезона «Игры Немезиды». В романе этот персонаж не умирает, а играющий его Каз Анвар столкнулся с многочисленными обвинениями в неподобающем поведении. Продюсеры решили, что будет лучше убрать его из сериала через инсульт и смерть персонажа. Убрать одного из самых любимых персонажей вместо Рекаста было рискованно, но, увы, времена нынче такие. И даже любимые персонажи рискуют навсегда исчезнуть с экранов. Номер 3. События на Церере Читатели могли заметить, что события на станции Церера в сериале заметно напряженнее, чем в книгах Кори. Это особо заметно в сцене шестой серии первого сезона, когда детектива Миллера бросают в шлюз. Тут гораздо больше напряжения, чем в книге, и вместо того, чтобы Миллера бросили в шлюз с незнакомцем, он идет туда один. Сцена снята отлично, и это сделало момент незабываемым. Номер 2. Астероидянское наречие В романах Кори народ астероидян говорит на астероидянском наречии, но официально его никогда не признавали, хотя оно мелькало в разных книгах. Поэтому сценаристы решили нанять лингвиста-полиглота Ника Фармера, чтобы тот разработал полноценный язык, и он придумал для актеров более тысячи слов. В работе Фармера есть элементы минимум 16 реальных языков. Созданная им всеобъемлющая система коммуникации позволила народу Белтеров обрести форму. Он отлично справился. И сценаристы активно призывают фанов изучать версию языка Фармера. А прежде чем мы продолжим, обязательно подпишитесь на наш канал и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Номер 1. Предыстория Холдена Каждому сериалу нужен свой герой. Но книжный Джим Холден порой такой идеалист и моралист, что кажется слишком безупречным. Но сценаристы дали ему убийственную и сложную предысторию, чтобы объяснить его мотивы. Тут Холден результат генетического эксперимента в семье антиправительственных радикалов в Монтане. Это помогло придать его действиям нормальный мотив и драйв. Его воспитывали как полноценного борца за свободу, и так он кажется более цельным, объемным и интересным. А вы согласны с нашей подборкой? Дайте знать в комментариях. Загляните к нам в телегу и зацените другие ролики на канале. И не забывайте ставить лайки и подписываться на WatchMojo, чтобы не пропустить свежие видео. Они уже на подходе! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!